Друзья, всем привет! Меня зовут Маша. Я похудела на 54 килограмма, сейчас мне 42 года. Худею я на правильном питании и дефиците калорий. И с удовольствием поделюсь своими рецептами и своим рационом со всеми, кто хочет добиться такого же результата. Мой завтрак 120 грамм гречневой каши и... и... ой... и 110 молока. Второй завтрак готовлю творожные корзиночки с домашним вареньем. Взяла 70 грамм рисовой муки, добавила 1 чайную ложку разрыхлителя и сахарозаменитель. У меня новосвит в таблетках, которые я толку и добавляю по вкусу. 200 грамм 5% творога у меня топленый смешиваю с желтком и мукой. Формирую плотный комок теста, делю его на 6 частей. Выкладываю в силиконовую форму и делаю вот такие корзиночки. 100 грамм творога смешиваю с оставшимся белком и сахарозаменителем. После этого добавляю 2 столовые ложки домашнего варенья. У меня смородиновое. Перемешиваю и раскладываю по формочкам. Делаю вот такие красивые корзиночки. и отправляю их в духовку на 25-30 минут при 180 градусах. У меня духовка с конвекцией и через 25 минут все было уже готово. Апетитно, ребенок уже попробовал, сказал чуть-чуть вкусно. Ну сейчас попробуем. Чуть-чуть, да, вкусно? Да, да, чуть-чуть. Вот так вот они выглядят в разрезе. И кексы, и начинка отличные и очень удачные. Они хорошо пропеклись. Я думаю, что можно использовать и любые ягоды, также добавив их в творожную начинку или другое домашнее варенье. Ну, желательно, естественно, без сахара. Все, приятного аппетита! Рецепт варенья. 300 грамм смородины у меня замороженной, 200 грамм очищенных и порезанных яблок, 100 миллилитров воды. Все вместе варить 20 минут на слабом огне, добавить корицу, ваниль и сахарозаменитель. Калорийность получается всего 52 калории на 100 грамм. Я достала грудки, немного их промокнула. Выкладываю на сковороду. Я не буду обжаривать больше двух грудок, иначе из них может выступить много жидкости, и они будут не жариться, а тушиться. Переворачиваю. Примерно 2 минуты нужно обжаривать на среднем огне, на каждой стороне. Еще немножечко с боков. И перекладываю на противень. И отправляю на 10 минут, на 180 градусов, в духовку. Только 10 минут, не минуты больше. Достали куриную грудку и даем ей полежать 7 минут перед подачей. Это мой обед. Куриная грудка запеченная с розмарином 220 грамм. И салат. Здесь у меня 200, нет, 150 грамм. Вы знаете, что хочу сказать. Я купила очень-очень много зелени. Противотревожной прям по списочку прошлась. И взяла там и шпинат, и имбирь себе, и радичио, и сельдерей. То, что я обычно ем. Но тут много взяла зелени разной, чтобы делать зеленые смузи. Но я, в общем-то, за неделю зеленые смузи ни разу не сделала. Но зато весь этот салат я съела в виде салата. И я так думаю, что это без разницы, что перекручивать его в смузи, что есть как салат. Вообще, конечно, отличная вещь. Все эти зеленые салаты, в них много белка. Ну и вообще масса витаминов. Да вот они еще и противотревожные, оказывается. То-то я совсем не тревожусь. Так, сейчас попробуем грудку. Грудка мягкая, вкусная, сочная. Делаю ее уже не в первый раз. Сегодня сделала с розмарином. Но у него, конечно, такой специфический вкус. У меня ассоциируется он почему-то с Новым годом, с какими-то новогодними рецептами. Готовлю гороховый суп с цветной капустой. Вкусный летний рецептик. 200 грамм гороха промыла. Добавила 1 битр воды. Подсолила. И поставила в мультиварке в режиме суп с закрытым клапаном. Готовится на 40 минут. Пока горох варился, я порезала овощи. Картошку, морковку, лучок. И 400 грамм цветной капусты. Это одно большое соцветие. Морковку и лук пассеровала. С двумя столовыми ложками оливкового масла. Соль и перец добавила. После этого добавила все овощи к гороху, который уже приготовился. Хорошенько перемешала. Долила еще 1 литр воды. И поставила супчик в мультиварку еще на 20 минут. В режиме суп также с закрытым клапаном. Суп готов. Очень необычное сочетание. Но при этом он вкусный и легкий. Всего 38 калорий на 100 грамм. Мой ужин. 100 грамм куриной грудки. И 150 грамм салатика из огурцов. С горошком и луком. И плюс у меня здесь сметанная заправка. Я поняла, почему розмарин напоминает мне Новый год. Потому что по вкусу он один в один, как еловая веточка. За кадром остался большой латте без кофеина на 125 калорий. Всего получилось 1303 калории за день. А это сакура, которую я посадила 2 года назад. И сегодня она зацвела. Всем хорошего дня. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok